Так что да, яйца, молоко и другие подорожавшие продукты стали дешевле, они подешевели с 22 года, а цены на бензин усилиями нашего президента... Окей, это же явная ложь. Цены не снизились, они продолжили повышаться, просто они повышаются медленно. И они считают это достижением. И они врут о том, что цены снизились. Послушай, если считать с 20-го года, для простоты пусть будет, скажем, доллар, а потом повысилось до 2 долларов 50 центов, окей? Изначально. А потом поднялось до 2,65, а потом до 2,70. Повышение цен замедлилось, но они не снизились. И даже если так, если... Господи! ...можно доказать, что некоторые товары начались с доллара, дошли до 2 долларов, потом до 2,50, а теперь они по 2,45. Это все еще повышение? Да. Да, я понимаю, что они уже не 2,50. Не думаю, что вообще было снижение. Я тоже так не думаю. Мы не стали платить меньше за все продукты, которые готовим на нашей кухне. Яйца просто невероятно, масло уже просто бред. Господи! Такая явная ложь, и они смотрят тебе прямо в лицо, и никто им даже не возразит. Ну, Эл... Ну да, Эл почти спит. Да. Хорошо. Давайте дадим ей закончить. Так что да. Так что да. Яйца, молоко и другие подорожавшие продукты стали дешевле. Они подешевели с 22-го года. Нет, не подешевели. От того, что ты это повторяешь, это не становится правдой. И давайте не будем забывать про это вторжение России на... Кстати, да, давай еще раз на паузу. Благодаря усилиям нашего президента по растрачиванию наших резервов, которые нужны были нам для нашей собственной обороны... Но он просто не хотел раздражать тех, кто, может, захочет повоевать с нами. Нет, нет, это ведь все такие мелочи, вроде России и Украины, Южной Кореи и Северной Кореи, Китая и Тайваня, еще Кения, там тоже война. Судан, Судан, о котором даже не говорили. Да, не говорили. 150 тысяч было убито. Но зачем об этом говорить? Мне нравится, как Китай и Россия опять представлены в западном полушарии, как будто все нормально. Да. Но, что забавно, в этой ситуации, со всеми этими говорящими головами из администрации, это то, что они даже не покупают продукты. Вы думаете, что это Карин ходит по Walmart Supercenter в поисках молока, хлеба и яиц? Конечно же нет, они даже не в курсе, какие там цены. И все ее фанаты там кричат. Кудряшка! Кудряшка! Можно мне автограф? Что ж, давайте попробуем досмотреть, если получится. На Украину, что вызвало повышение цен на бензина, и президенту пришлось вмешаться, распечатать резервы, после чего цены на бензин снизились. Президент разобрался с каждой проблемой, стоящей перед нами. Он разобрался с каждой проблемой и сделал ее только хуже. Каждая проблема, его действия по каждой проблеме только ухудшили эту проблему. Он прямо хорош в этом. И все это время его рот был приоткрыт. Да, вчера она успела везде засветиться, ведь, как мы уже говорили, пока Джо в Кэмп Дэвиде, пресс-конференции нет. Вот она говорит про драг-куинсов, ведь они такие крутые и классные и нужные. Вот она. Драг-куинсы. За или против? Конечно, да. Послушайте, я выросла в Нью-Йорк-сити, где драг-куинсы были... Ты ходил на бранча с драг-куинами? Это было... Эй, драг-куины были всегда. И это цитата. Драг-куины были всегда. Да. Я выросла в Нью-Йорк-сити, где драг-куин... Драг-куины были всегда. Да. Никаких сомнений. За или против? Мы ходили на эти бранчи... А кто эти две блондинки? Я уже видел их в каком-то тупом ролике. Это их подкаст. Что? Что? Кто? Разве? Тупые белые девчонки. Тупые белые девчонки. За или против? Драг-куины! Да, в другом ролике они были без обуви и в носках. Да. Ух ты. Да, вот это контент. Что подтверждает нашу теорию о том, что практически у каждого человека уже есть свой подкаст. Вот вам подтверждение этой теории. Вот оно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова